Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Степа Волф Сейчас мы отправляемся в путешествие Мы поедем на Кавказ Планы очень большие, это Кабардино-Балкарская республика, это Северная Осетия Мы по дороге заедем в одно очень интересное место на Кубани Мы будем проезжать Воронеж, собственно Отправляемся мы почти на три недели в путешествие Ну а сейчас первое, что перед нами стояла задача Это впихнуть невпихуемое, потому что Потому что машина просто забита полностью Вот там вот сзади, внизу собраны два велосипеда Которые мы берем с собой для того, чтобы покататься на Кавказе И все остальное место тоже буквально каждый квадратный сантиметр занят нашими походными вещами Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы добрались до первой нашей остановки И напарник ставит лагерь А я на сей раз решил переночевать в машине Собственно, уже для меня это становится традицией во время зимних поездок Все-таки как-то мне кажется холодновато в палатке будет А находимся мы сейчас под городом Елец Возле достаточно крупного по местным меркам карьера Конечно же, следующее утро мы начали с посещения этого самого карьера Все, 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 уходим А мы выезжаем сейчас А вы охранник или кто? Выезжайте Выезжаем Давайте За моей спиной тот самый карьер С территории которого нас только что прогнала охрана Они объясняют свои действия тем, что на территории карьера посторонним находиться опасно И мы можем получить травму, поскользнувшись на льду Или якобы с проезжающего КАМАЗа на нас что-то упадет Собственно, вот такие вот требования по технике безопасности на этом предприятии А посмотреть тут действительно есть на что очень живописный вид на выработанную часть карьера Ну а ближе к той части, где сейчас ведутся разработки Там находится, собственно, само промышленное предприятие Где происходит обработка добытой породы Основной продукцией лавского карьера является щебень Также из добываемого сырья производят минеральную подкормку для птиц И технологический известняк для сахарной промышленности Щебень разных фракций широко используется при ремонте и строительстве автодорог в Московской области Оказывается, вот такие памятники есть в городе Воронеж Превратиться бы в какого-нибудь зверя Чтобы меня все бояли Могу помочь? Ой! А сейчас мы находимся в знаковом для Воронежа месте Вот эта ротонда является памятником Великой Отечественной войны Дело в том, что район, в котором мы сейчас находимся В период освободительных боев за Воронеж На протяжении более полугода переходил от гитлеровских войск к советским и обратно Здесь шли очень ожесточенные бои И вот на этом месте находился корпус больницы К которому относилась эта ротонда И вот весь этот больничный корпус очень сильно пострадал во время военных действий Именно в связи с этим было решено его не восстанавливать А сохранившуюся ротонду решили оставить именно как памятник Освобождению Воронежа памятник Великой Отечественной войны Еще интересный момент, что в этой ротонде Располагался учебный зал Медицинского института Большой зал на 500 мест И выглядел он в качестве амфитеатра Он был двухэтажным и выглядел в качестве амфитеатра И построен этот корпус больницы был в 1940 году Так что проработал, просуществовал он всего немногим более двух лет А еще очень интересный момент, что под этой ротондой Есть подвал, в котором по кругу также расположены колонны Которые в точности повторяют ритм, рисунок этих колонн На первом уровне, на наземном уровне К сожалению, из-за нехватки времени мы сейчас не будем спускаться вниз Хотя здесь можно было бы навеситься со снаряга И спуститься на нижний уровень Подвал под этой ротондой Но, увы, как обычно, у нас проблема со временем Нам надо выдвигаться в сторону Ростова-на-Дону И еще стоит отметить очень красивые декоративные элементы на колоннах Красивые декоративные элементы потолка Как я уже говорил, построена эта ротонда была в 1940 году И вот подобные элементы декора, подобные элементы отделки Тогда использовались, являлись дизайнерским ходом Выражаясь современным языком При строительстве различных зданий В том числе и городской инфраструктурой Вот это, как я уже говорил, относилось к больнице Ну а там набережная, дом В Ростове-на-Дону мы заехали посмотреть Одно из самых необычных мест этого города Парамоновские склады Это комплекс складских зданий Построенный в период с середины XIX века До конца 1890-х годов Возле так называемой Хлемной пристани на берегу Дона А вот как выглядят эти склады с фасада Особое внимание хочется обратить на двери Такое впечатление, что они сохранились еще со времен постройки складов В этот период пшеница являлась одним из основных товаров Экспортируемых ростовскими купцами в Англию и другие страны Европы Миллионы тонн зерна, угля и других товаров Отправлялась водным путем на экспорт за пределы Российской империи Чтобы бесперебойно обеспечить такой товарооборот И были построены экспортные зерновые склады Большая их часть тот период принадлежал купцам Максимова Только двумя из них владел Елпифидер Трофимович Парамонов Однако в людской молве за всем складским комплексом закрепилось название Парамоновский Вот там за стеной сейчас слышно, как ездят машины Там одна из центральных набережной Ростова-на-Дону Напротив Ростов-Арена-стадиона А уникальность их заключается в том, что построены они были на месте Где с древних лет били родники И это не строительная ошибка, а тонкий инженерный расчет Воды этих самых родников направлялись по специальным коллекторам Проложенным внутри зданий и под ними С целью охлаждения складских помещений И создания постоянного микроклимата Благоприятного для хранения зерновых культур Грунтовые воды, которые образуют этот родник Достаточно мощным потоком вытекают из здания, изнутри здания склада Этот комплекс складских зданий тоже разрушенный Являющийся памятником архитектуры Но, к сожалению, сейчас находящийся в совершенно ужасающем состоянии Находится там, где текут родники Даже есть небольшая памятка Где написано об этих родниках И привезли некоторые выдержки из закона Из федерального законодательства Но интересно здесь другое Что сейчас специально была построена система водоотведения И вода из этих парамоновских родников Сбрасывается в коллектор И уже по этому коллектору сбрасывается в Дон А раньше, до этого, вот эта территория складского комплекса Фактически была затопленной И вода стояла, образовывая своеобразные бассейны Вот как раз там можно видеть внизу набережную Дона Там видно перед забором большой колодец бетонированный Как раз вот по системе этих трубопроводов Вода из родников сбрасывается в Дон А это выглядит один из колодцев системы Скорее всего, уже последний колодец Перед выходом системы в Дон Мощность струи, конечно, впечатляет Интересно, что вкладка самого колодца Выложена из белого камня И можно предположить, что эта система водоотведения достаточно старая К сожалению, судьба этого уникального архитектурного ансамбля сложилась незавидно И все самые негативные события произошли в последние десятилетия Склады, ставшие памятником архитектуры федерального значения еще в советские времена Пережившие немецкие бомбардировки во время Великой Отечественной Исправно служившие по своему прямому назначению до конца 1990-х годов Ставшие в последние десятилетия излюбленным местом отдыха горожан Фактически оказались на грани уничтожения В 2000-х годах в одном из складских корпусов местные энтузиасты оборудовали бассейн-купальню Который наполнался родниковой водой Однако в 2016-м по инициативе фирмы, которая заключила с городскими властями договор на аренду складов и территорий Бассейн был разрушен На территории складов вырублены старые деревья Будущее этого уникального комплекса весьма туманно Несмотря на то, что здания складов являются памятником архитектуры Глава администрации Ростова Сергей Горбань сообщил, что все здания парамоновских складов признаны аварийными и подлежат демонтажу и воссозданию Тогда же было объявлено, что сохранение купальни не запланировано Это цитата из Википедии Забавная ситуация, когда разрушенные склады используют для складирования городского имущества, ну и еще какого-то хлама Причем, в принципе, тут хлам-то такой, который, видимо, в летний период используется Рядом со стеной здания, сейчас очень плохо видно Расположен какой-то вход, портал Пока не совсем понятно, что это такое, для чего это сделано Но я сейчас отправлюсь туда и постараюсь выяснить это И поднимаясь по склону вверх вдоль стены здания Мы обнаруживаем здесь портал, выложенный из кирпича Продвигаясь от портала внутрь Мы видим, что с одной стороны стену образует стена, собственно, самого здания, складского А с другой стороны, со стороны склона Здесь мы видим из белого камня сложенную кладку, облицованную кирпичом Причем не совсем обычным кирпичом Вот видно, что он достаточно тонкий По сравнению с традиционным кирпичом С размерами традиционного кирпича, к которому мы привыкли И продвигаясь внутрь, мы видим, что на расстоянии где-то 50 сантиметров От стены здания, вдоль всей стены здания Расположена вот эта вот белокаменная кладка А сделано это, друзья, для того, чтобы предотвратить оползни И осыпание породы склона в сторону зданий И для того, чтобы, естественно, укрепить склон А вот здесь хорошо видно, что толщина этой кладки весьма и весьма приличная Там даже где-то дерево пустило корень Сейчас здесь, конечно, к сожалению, жутчайшая бомжележка И такое впечатление, что этот тоннель, назовем его так, что он бесконечный Он идет вдоль всего здания, возможно, и вдоль всех зданий Ну и вот, наконец-то, пройдя еще некоторое количество десятков метров Я пришел к завалу Завал здесь, конечно, не из мусора Здесь просто осыпалась, видимо, порода Уже фактически под свод Хотя, если посмотреть вот на тот мусор из фольги Он достаточно заметно шевелится, что говорит о том, что с той стороны сюда есть тяга То есть ход там продолжается Вот так вот строили в XIX веке наши предки В районах, в городах, которые стоят на берегах больших рек, таких как Дон, таких как Волга Здесь возникали проблемы укрепления склонов, проблемы водопонижения и водоотведения грунтовых вод Которые решались строительством ДШС, дренажно-штольных систем Которые решались строительством подобных сооружений Предназначенных для того, чтобы укрепить породу на склоне Несколькими часами ранее мы побывали в некогда сверхсекретном объекте На запасном командном пункте Северо-Кавказского военного округа И в подземной лаборатории, где производились исследования в сфере... Впрочем, обо всем этом вы узнаете из нашего следующего видео Оставайтесь с нами, не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им со своими друзьями Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч!